Как вы прививаете людей старше 60 лет? Мы приглашаем скорую помощь, приезжаем к ним домой, забираем их, потому что прививку нельзя перевозить из места, где мы ее делаем по домам, поэтому мы привозим этих людей сюда, в наш комплекс, я выхожу в скорую помощь машину, прививаю их, смотрю, что они хорошо себя чувствуют, и они едут домой. То есть это очень важный момент, потому что эти люди не могут выйти из дома, они не могут дойти до прививки сами и самостоятельным образом. Меня зовут Лоля, я живу на данный момент в Киратьями, в прошлом жительнице Тель-Авива. Мне сказали подождать 15 минут после укола, чтобы посмотреть, как будет мое состояние, как я себя буду чувствовать, если со мной все нормально, если я, не дай бог, упаду в обморок. То есть как бы они берут такое 15 минут время, чтобы посмотреть, как человек себя ощущает после укола. Посмотрите, сколько людей умирает. Просто эта прививка сопутствует тому, что я буду больше жить, я не заболею. Вот и все. Я не хочу заболеть, я не хочу умереть, я хочу жить. Для этого я прививаюсь. И к тому же, мало того, что я должна быть привитая, так и все мои окружающие, значит, тоже будут целые и здоровые. Я их не смогу заразить. А если я не сделаю, и тогда что будет? Тогда будет побочный эффект такой, который нельзя будет предугадать. А сейчас хотя бы у меня есть шанс побороть эту болезнь, не дай бог, если она будет в моем окружении. Я думаю, человек уже 20-30, с моего близкого, скажем так, это окружение, они уже все привились.